Михаил Михайлович Пришвин известный советский писатель, автор большого количества произведений для детей, рассказов о природе и охоте. Михаил Пришвин любил уходить в лес и бродить там с утра до вечера, то с корзинкой для грибов, то с ружьем и охончей собакой, и уж непременно со своей записной книжкой. Пришвин так любил лес и так умел его понимать, что даже в обыкновенной заячьей капустке видел интересное. Под жарким солнцем она закрывалась, а к дождю раскрывалась, чтобы ей больше дождинок перепало, как будто она живое, разумное существо. Когда читаешь рассказы Пришвина, кажется, что писатель взял тебя за руку и повел за собой. Читатели увидят все, о чем написано в рассказах, научатся еще лучше понимать и любить родную природу. Пришвин был замечательный писатель, он написал много книг и они принесут читателям радость все новых и новых открытий. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает послушать рассказ «Дедушкины валенки». Хорошо помню, дед Михей в своих валенках проходил лет десять, а сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет «Валенки опять проходились, надо подшить» и принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет и опять валенки идут, как новенькие. Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные. Случилось у деда? Началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера. «Это у тебя от холодной воды», сказал фельдшер, «тебе надо бросить рыбу ловить». «Я только и живу рыбой», ответил дед. «Ногу в воде мне нельзя не мочить». «Нельзя не мочить», посоветовал фельдшер, «надевай, когда в воду лезешь в валенки». Этот совет вышел деду на пользу, ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно обредонные камешки. Сильно подались от этого камень, валенки и не только в подошвах, но и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещины. «Верно, это правда», подумал я, «что всему на свете конец бывает. Не могут и валенку деду служить без конца. Валенкам приходит конец». Люди стали деду указывать на валенки. «Пора, дед, валенкам твоим дать покой. Пора их отдать воронам на гнезда». Не тут-то было. Дед Михей, чтобы снег в трещинке не забивался, окунул их в воду и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла и лед заделал трещинку. А дед после того валенки еще раз окунул в воду и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные. Мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить и хоть бы что. Я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца. Но случилось однажды. Дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки. А когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так побледенел их в валенках и залез на горячую печку. Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком. Это что? А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед. К льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно. Шерсть везде разрыхлил и порвал. А когда все растаяло, все стало трухой. Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного. Но вскоре весна пришла. Валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. Верно, правда, сказал дед в сердцах. Пришла пора отдыхать в вороньих гнездах. И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейнике, где я в то время ловил щеглов и разных птичек. Почему же валенки только ворона, сказал я. Всякая птичка веснаю тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку. Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся, было вторым валенком. Всяким птичкам, согласился дед, нужна шерсть на гнездо. И зверькам всяким, мышкам, белочкам. Всем это нужно. Для всех полезная вещь. И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках. Пора, мол, их отдать ему на пыжа. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику. Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейнике полетели всякие весенние птички. И поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила. И когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнездах. Устроились, сели на яйца и высиживали. А самцы пили. На тепле валенка вывелись и выросли птички. И когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся. И многие в дуплах своих, в старых гнездах, найдут опять остатки дедушкиного валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны на кустах, тоже не пропадут. С кустов все лягут на землю. А на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда. Много в моей жизни походил я по лесам. И когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький. Все на свете имеет конец, все умирает. И только одни дедушкины валенки вечные. Продолжение следует... Продолжение следует...